ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет всем! Хочу сказать пару слов по результатам прочтения книги Джордана Питерсона «12 правил жизни. Антидот к хаосу». Или можно сказать «противоядие к хаосу». Думаю, слово «обзор» здесь будет неуместным, потому что Питерсон не того масштаба человек, которого я могу обозревать. Это во-первых. Обозревать его должен кто-то, кто обладает сравнимыми знаниями, квалификацией, опытом. А во-вторых, бывают книги, которые принципиально отстраняются от морали, от ценностей и стараются доносить объективные факты, ну или как автор считает их объективными. Так вот, книжка Питерсона радикально отличается от таких книг. Вся эта книга – это определенный моральный кодекс, свод правил, рекомендаций, подходов к жизни. Книга содержит много ценностных установок, то есть Питерсон не стесняется разделять добро и зло, плохое и хорошее. Ну, по крайней мере, так, как он их считает. Но в взвешенной ценностной структуре человека трудно дать оценку какую-то в баллах. По крайней мере, необходимо признать, что он следует тем правилам, которые озвучивает. Он успешный человек в смысле семьи и детей, успешный человек в смысле карьеры, реализует себя в надличностных ценностях, мотивирует большое количество людей. Хотя, в общем-то, то же самое можно сказать у руководителей любой религиозной секты. О чем, собственно, книга? Когда-то Нил Постман в одной из своих лекций так проиллюстрировал для аудитории, чем различалась картина мира человека, жившего в средние века, от нашего современного человека. И для большинства людей верна такая аналогия. Да, человек в средние века был зависим от религиозных представлений, но в результате его картина мира была очень четко упорядочена. В ней все было выстроено, все имело свое начало, конец, причины, следствия, закономерности. И, как следствие, часть явлений вписываются в картину средневекового человека, а часть явлений нет. То есть он способен принимать или отвергать явления на основе своего представления о структуре мироустройства. Наш современный человек практически не имеет никакой структуры вообще. И одним из следствий этого является то, что практически никакой факт или установку человек не может однозначно принять или отвергнуть. Все кажется одинаково достоверным и недостоверным. Если пользоваться аналогией Нила Постмана, то система представлений человека в средние века – это такая новая колода карт, где вся карта упорядочена. И доставая шестерку пик, вы знаете, что дальше идет семерка пик. И можно предсказать, какие карты идут дальше. Система представлений современного человека – это перетасованная колода. Очень сильная, тщательно перетасованная. То есть любая карта может пойти после любой. И поэтому никакая карта не ожидается. У нас нет как бы основы. Нет никакого фундамента, с которого мы смотрим на мир. Какой-то набор разрозненных таких кусочков, на которые мы опираемся. Щупальцами такими. Но потребность к упорядочению мира – к тому, чтобы мир возымел какой-то смысл. Она у человека есть. И вот Джодан Питерсон взял на себя роль такой универсальной фигуры отца, который за ограниченное время посредством серии лекций пытается дать молодым людям некие понятия о структуре мироздания, так как он его воспринимает, естественно, в меру его знаний, умений, опыта. В основном целевая аудитория – это, конечно, мужчины, молодые мужчины. И это мужчины, у которых не было вот такой направляющей силы, которая давала бы им какую-то структуру и смысл жизни. У многих из которых либо отцовская фигура отсутствовала вообще, либо была настолько слабая, обезвольная и сама ничего не знала, что видать ничего не могла в этом смысле. Конечно же, то, что говорит конкретный человек, сколько бы умным он не был, подойдет это не всем, не все это примут, потому что Питерсон сам исходит из определенного фундамента. Если вам этот фундамент близок, то вы почувствуете резонанс с ним. Если этот фундамент вам не близок, то у вас будет либо равнодушие, либо даже отторжение. Например, огромная часть книги, наверное, больше половины, так или иначе крутится вокруг Библии, разбора ключевых эпизодов, основополагающих эпизодов, причем Питерсон, она забирает их не просто как обычный религиозный верующий человек. Питерсон, как и многие, считает, что у Библии есть практическая польза. Это некий инструмент, ментальный инструмент для познания и восприятия мира. Но в то же время он и не относится к Библии как к набору мифов Древней Греции, скажем, то есть набор сказок, из которых можно извлекать какие-то уроки, притчи и так далее. Ну, то, что Библия может иметь практическое приложение, я думаю, многие понимают. Вот. Собственно, Олег Олегович тоже считает, что Библия имеет практическое применение, но уж какое-то очень утилитарное. Питерсон подходит немножко иначе. Даже немножко, сильно иначе. Тоже утилитарно, но, так сказать, ментально утилитарно, не хозяйственно утилитарно. То есть он верующий, хоть и высокоинтеллектуально верующий, что в некотором смысле его ослабляет, как верующего, а в некотором смысле усиливает. Субтитры создавал DimaTorzok И то, что Питерсон хотя бы не использует Библию как орудие против массы молодых мужчин, это уже большой плюс. Хотя местами он все-таки стучит по голове Библии. Я далее пройдусь по всем 12 правилам, но перевод этих правил никакого особенного смысла не несет, потому что это просто заголовки к эссе. Каждое эссе довольно длинное, сложное и часто переплетает массу тем от физиологии, биологии до теологии, психологии, и Сложеницын, и чего там только нет. Так что каждое правило — это просто название главы. Чтобы понять, что оно, собственно, означает, нужно прочитать главу целиком. Правило первое. Стой прямо и расправив плечи. Это про самооценку. Правило второе. Относись к себе так, как относился бы к кому-то, кого любишь. Это про правильное понимание любви к себе. Правило третье. Дружи с теми, кто хочет для тебя самого лучшего. Правило четвертое. Сравнивай себя с тем, кем ты был вчера, а не с кем-то другим сегодня. Правило пятое. Не позволяй своим детям делать ничего такого, из-за чего они тебя расстроят. Это про эффективное воспитание. Правило шестое. Приведи в порядок свой дом, прежде чем критиковать мир. Это про то, что начинать нужно всегда с себя. Правило седьмое. Стремись к тому, что имеет смысл, а не к тому, что легко. Это про поиск и установку целей в жизни. Правило восьмое. Говори правду или, по крайней мере, не лги. Это про стандарты ответственной коммуникации. Правило девятое. Допускай, что человек, которого ты слушаешь, знает что-то, чего ты не знаешь. Это тоже про ответственную коммуникацию. Правило десятое. Будь точен в своей речи. Это про внимательность и ответственность к словам. Правило одиннадцатое. Не отвлекай детей, когда они катаются на скейте. Это про взаимоотношения с детьми, что не стоит их отвлекать, кроме как от по-настоящему опасных вещей. Правило двенадцатое. Если попалась кошка, погладь ее. Это про умение наслаждаться маленькими счастливыми моментами в жизни. Умение ценить их. Конечно же, прочитав все двенадцать правил, я имею в виду текст целиком, каждый встретит множество знакомых вещей. Что-то он читал там, что-то встречал здесь. Но Питерсон предлагает именно собственную структуру, которая сложена из этих кирпичиков, потому что из одних и тех же кирпичиков можно сложить почти все, что угодно, как из Лего. Поэтому логично, что если у вас есть уже какие-то свои структуры, тем более если вы вплели вот эти кирпичики уже в свою жизнь, конечно, какие-то из структур Питерсона могут вам не зайти, что называется. А какие-то явления вы, может, вообще сложили в прямо противоположные идеи. Мне, например, при всем уважении к Питерсону совершенно не заходит его идея о браке, то, что он о нем говорит. То есть все кирпичики, которые он излагает, совершенно логичные, понятные, я их уже встречал во множестве других мест, но выводы, которые он из этого делает, мне, например, совершенно не заходят. И вообще в этом месте, по-моему, у Питерсона такое слепое пятно, что тоже является уроком всем. Какой бы умный человек ни был, у него есть личностные предпочтения, у него есть свой байос, склонности, и иногда он буквально не замечает то, что у него под носом. Питерсон однажды очень жестко высказался про МакТау, потом, правда, подумал и взял свои слова назад. И если посмотреть на 12 правил, то там, наверное, больше половины всех установок, которые легли в основу МакТау философии. Просто, опять же, из одних и тех же входных данных можно сделать совершенно разные выводы. Вопрос только, какой структурой ты будешь их размещать, что ты будешь из них выстраивать. Но про брак МакТау и Питерсона я лучше отдельный ролик сделаю. В общем и целом, то, что он говорит, пишет и делает, очень интересно, очень полезно. Но, как и ко всему остальному, к этому нужно подходить трезво. Не стоит делать из него пророка и слепо следовать каждой установке. Но то, что это огромное поле для размышлений и внутреннего поиска, абсолютно точно. В этом смысле книжка обалденная. Лекционная, нарративная модель подачи тоже мне, например, очень подходит. Мне это нравится. Так что читать стоит, кроме тех, у кого абсолютное отторжение к библейским и религиозным текстам. Так что, учитывая и наполнение, и формат, думаю, что поставить меньше четырех звезд никак нельзя. Просто по качеству материала. Ставить ли пять, я не знаю, поэтому поставлю там вопросительный знак. Потому что ценностная составляющая это все-таки индивидуальная составляющая. Хоть я вижу много разумного и много полезного из того, что он перечислил, я не готов брать это как заповеди и следовать им прям как инструкции. Местами даже я прихожу к прямо противоположным выводам. В общем, если вы будете следовать этим правилам, то порядка в вашей жизни и осмысленности точно прибавится. Если вы не будете им следовать, жизнь может пойти любым образом. И лучше этого, и хуже этого. Это уже ваш личный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но чтение в любом случае стоящее, так что рекомендую. Надеюсь, что в обозримом будущем она появится на русском языке. Приятного познавательного чтения. Всем пока и удачи!